приветствую вас дамы и господа с вами варчик поздравляю вас с наступающим новым годом или если вы уже смотрите в 2024 поздравляю вас новым годом желаю самое главное здоровья вам и вашим близким 2024 году а в этом видео хочу вам рассказать планы на игру мир танков на 2024 год при этом что странно что в этих планах не озвучивается то что было запланировано на 2023 и не было сделано эти планы были озвучены на стриме года который был в каком-то немного новом формате в принципе смотреть можно было но я по чатику заметил что не всем понравилось я думал соберутся какие-нибудь блогеры топовые по миру танков а также разработчики и они там что-то посидят поразговаривают но все сделали в каком-то виде просто зачитывание с бумажки на камеру и вот вам наглядный пример что будет если буду я допустим свои видосы делать по бумажке это будет вообще несмотребельно но в общем давайте уже начнем следующее обновление путь воина в котором будет новая японская ветка тяжелых танков гидропневмоподвеска охлаждение орудия хорошие увн и крепкая башня дырявый корпус все прилагается я думаю уже всем и так известно и все это понятно миллион раз говорили но на новогоднем стриме еще раз упомянули пошла какая-то мода каждому патчу давать какое-то название вот этот патч будет называться путь воина также планируется еще на двадцать четвертый год ветка штурм сау настраивают траекторию и новый прицел делают более удобный это будет гибрид пт-шки и арты стрельба по дуге с ограниченной дистанции также разработчики сказали что игроки хотят себе в ангар и штурм сау но видимо я не игрок поскольку я чет не сильно хочу стоять на голову кому-то гадить на 150 метров под какими-то новыми углами также я не хочу чтобы мне на голову кто-то гадил параллельно с обычная рта еще и такая но я так понимаю ветка уже планируется уже готовится и как обычно разработчики если у них в планах есть то какой бы негатив от аудитории не шел все равно эта ветка выйдет так было уже и с оглушением и с колесниками и с остальными недоделанными штуками которые добавили в игру хоть и игроки не хотели этого может конечно не все прям не хотели но определенный негатив от этих штурм сау будет конечно если это пойдет на пользу боям то и ладно пусть будет но я чет сомневаюсь что тяжелые танки которые стоят впереди что их будут разбирать еще под какими-то новыми траекториями что им станет легче сдерживать направление бои мне кажется медленнее не станут а на этих коридорных картах с таким маленьким количеством хороших позиций которые у нас есть на каждом респе еще и вот эти вот штурм сауну полезного от них я ничего не жду но получается посмотрим когда она уже выйдет тогда и будем делать уже окончательный вывод предварительно выдумывать можно конечно что угодно также еще планируется на 24 год новая ветка польских пт это будут снайперские поташки с турбо режимом и хорошей баллистикой эти поташки наверно концу 2024 года будут выходить поскольку про них меньше всего сказано они менее готовы чем все остальное также еще сказали про лбз 3.0 они в разработке на стадии концепта но про лбз 3.0 уже говорили и в прошлом году вот прошел еще вот и по-прежнему она на стадии концепта видно что разработчики хотят если руки до этого дойдут то конечно не сделают на мой взгляд это прикольная штука в плане того чтобы чем-то позаниматься в игре и поставить себе какую-то цель но в плане адекватности в боях это негативный эффект дает поскольку некоторые задания душные и заставляют игроков заниматься редкостной чепухой здесь конечно есть и плюс и минус но наверное пусть лучше будет чем нет хотя некоторые игроки еще прошлый лбз не выполнили я допустим лбз выполнил много-много лет назад и мне честно говоря в лбз уже делать нечего давно я по приколу там по включал лбз который не сделал с отличием они там иногда выполняются но там уже даже уже и с отличием почти нечего мне выполнять на самом деле лбз 2 фронт оказались очень простыми если у тебя много танков в ангаре а у меня все танки прокачаны все ветки выкачаны и акционных танков много если правильно подбираешь танк ты лбз выполняются супер легко также на 2024 год готовят к релизу несколько карт и не забывает про баланс старых карт это конечно хорошо но мне кажется пора еще подумать про то чтобы убирать плохие карты поскольку их и так уже там 43 или 44 и в список все дурацкие карты но никак не вылазит насколько я помню разработчики говорили о том что будут возвращать старые карты они там показывали 3 в общем и целом ждем когда они сделают одна из последних карт которую они вернули старых это сталинград карта очень быстро играется практически все бои по три минуты я не сказал бы что карта прям самая плохая или самая хорошая но доработать бы ее стоит также в 2004 году киберспортивных активностей в мире танков будет больше и они будут масштабнее также запускается ежегодная регулярная киберспортивная лига по игре мир танков это повторная активность с дивизионами командами квалификациями трансляциями спонсорами и рейтингом ну что получается киберспорт возрождается теперь командам и топ кланом и топовым командам есть куда расти есть куда стремиться есть за что бороться но на мой взгляд это активность не только для игроков комментаторов блогеров топ игроков топ команд но это также еще и дополнительные требования к самой игре раз она пытается в киберспорт то она должна и по играбельности соответствовать в ней должно быть больше справедливости и адекватности в балансе поскольку дисбалансные карты где один тот же рис все время жестко выигрывает это и смотреть не очень и комментаторы постоянно про это на турнирах напоминают что какой-то из рис пол постоянно душит другой это смотрится так себе и воспринимается ну не очень поэтому киберспорт киберспортом но игру к нему тоже нужно подготовить на лично мое мнение также еще 2020 году нас ждет ивент на марс фановый режим на марсе насколько я понял это режим который был на его серверах и он там не зашел не понравился вроде бы как можете в комментариях написать я в это не играл так чисто слышала немного видел зачем это нам я честно ли не знаю если она помойная то пускай там и остается мне лично какой-то фановый дурацкий неинтересный режим не нужен но наверное под этот режим будут у нас какие-нибудь коробки какие-нибудь танки в общем какое-то событие будет надеюсь режим сделают более прикольным и играбельным если он был не очень можете написать комментариях что вы об этом думаете также будет пве ивент посвященный исторической памяти игроки против ботов немецких захватчиков можно будет поучаствовать в воссоздании значимых событий успешное наступление красной армии и освобождение территории ссср от немецких войск но я так думаю это будет что-то в районе 9 мая по крайней мере по моей логике это самая подходящая дата под такое событие у нас уже были похожи события против ботов посмотрим насколько оно будет интересно также 2024 году нас ждет новая механика которая позволит поставить новую цель и открыть доступ к новому уникальному контенту в виде высокоуровневых танков дополнительной ветки китая которая будет только здесь и также будут еще дополнительные приятные награды что-то мне это напоминает из кораблей где ты сбрасываешь прокачку ветки прокачиваешь ее еще раз и получаешь какие-то ресурсы за которые можешь что-то покупать но здесь тебе открывается какой-то доступ к дополнительной ветки может быть ты какую-то основную ветку прокачиваешь и тебе открывается дополнительная ветка которая так понимаю начинается на высоких уровнях там может быть будет 23 танка восьмерка девятка десятка лет только девятка и десятка что-то типа такого либо какое-то другое событие пока подробности никаких тут не сказано поэтому ждем когда она появится будем разбираться также еще был спойлер на стриме фон кривер это отсылка к режиму с этим электро вафентрагером я так понимаю осенью она нас ждет наверное как обычно туда запихнут какие-нибудь коробки в которых что-то будет выпадать точнее там не коробки там порталы с ключами в общем посмотрим многие очень любят этот режим ждали его в этом году но в этом году не было в двадцать третьем я так понимаю 24 будет также готовится еще платформа который будет создавать ивенты наподобие аркады который будет появляться в игре я честно говоря не особо любитель играть в аркаду но если это игрокам там нравится пускай играются мне от этого ни холодно ни жарко также ведется работа над экипажем этот плавный процесс потихоньку нас будет подводить к тому чтобы получить в итоге экипаж 2.0 потихоньку по кусочку разработчики добавляют нам и обновляют экипаж также планируется соединить два стальных охотника обычный и с возрождением чтобы получить один более крутой режим в принципе это все планы которые озвучили разработчики на 24 год также здесь ничего не сказано про ребаланс танков а я думаю что ребаланса будет много поскольку разработчики там на планировали на нацать лет вперед ковырять танки туда-сюда также ничего не сказано про то что обещали на 2023 и не сделали обещанного там было очень много на а 2024 ничего про это даже не сказали также ничего не сказали о том что по любому будет очень много аукционов но видимо про баланс танков не сказали потому что недавно было интервью про баланс но то интервью откровенно говоря на мой взгляд провальная в общем и целом такие вот новости на 2024 год будем ждать от разработчиков улучшения игры новых событий интересных поздравляю всех с новым годом желаю всем счастья успехов самое главное здоровье вам и вашим близким с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока